Я приветствую вас, друзья! В этом видео я вам расскажу, какие документы необходимы для бесплатной приватизации жилья. С чего же начать бесплатную приватизацию жилья? В первую очередь, вам нужно будет обратиться в Центр Госуслуг с соответствующим заявлением на приватизацию жилья. Также потребуются паспорта всех заявителей и при необходимости свидетельство о рождении детей. Свидетельство о заключении брака либо его расторжении. Данные о том, что никто из заявителей ранее не участвовал в приватизации, за исключением несовершеннолетних. Справка из управляющей компании о количестве проживающих, площади объекта и отсутствии задолженности за содержание жилплощади. Ордер на жилое помещение и договор социального найма. Отказы от участия в приватизации всех граждан, имеющих право собственности на объект, если ими принято такое решение. Архивная выписка из домовой книги, содержащая сведения о всех зарегистрированных гражданах. Разрешение органов опеки и попечительства, если объект недвижимости передается исключительно несовершеннолетним. Согласие родителей или органов опеки и попечительства для участия несовершеннолетних до 14 лет. Приватизация квартиры через МФЦ значительно упрощает порядок сбора документов. Некоторые документы смогут запросить сами сотрудники МФЦ, и вам ничего лишнего делать не придется. Друзья, если у вас возникли сложности в оформлении бесплатной приватизации жилья, либо вам отказали, вы можете обратиться за бесплатной консультацией или юридической поддержкой по ссылке в описании к этому видео. Продолжение следует...